Водоем – это маленький мир, а главные жители в нем, конечно, рыба. Зарыбление на сегодняшний день является главной проблемой. Если человек взял в пользование водоем, то он должен не только продавать путевки, но и следить за состоянием водоема и не допускать браконьеров. Ведь до сих пор еще есть немало желающих поживиться за счет природы, применяя любые доступные им способы ловли. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области насчитывается 36 водоемов, которые отданы в аренду природу пользователям. 11 из них уже выполнили свои договорные обязательства. Планируемый объем рыбопосадочного материала должен обеспечить всех наших субъектов рыбного хозяйства и частично еще и соседних областей. Какой объем должен быть наш регион обеспечить? Сколько должно быть? По информации руководства субъектов ТО Левкина, он должен вырастить до 2,5 миллионов. А по нашим расчетам этого хватит на всю нашу область. Следить за водоемами, закупать мальков и проводить зарыбление природа пользователям должны за свой счет. Ранее арендаторы мальков закупали в России. Сейчас же их выгодно приобретать в местном рыбном хозяйстве, где цена на 30% дешевле. Выращивают их здесь до тех пор, пока вес одного малька не будет составлять 12 граммов. Только потом можно продавать природу пользователям для зарыбления. Начали год 4 назад. Здесь выращивается только карп. Вот в этом прудике в данный момент сидит, это по счету уже 425 тысяч штук. Вот в этом прудике. Основная масса малька у нас это в рыбцехе. Там у нас 4 пруда больших по 12 гектар. Там 3 вида рыбы. Карп, толстолобик, белый аморф. А еще в одном пруду карася мы тоже вырастили. Куда их планируете выпускать? Это для зарыбления всех водоемов области. Рыболовы и контролирующие органы призывают всех природопользователей бережно относиться к рыбным запасам. Ведь они не безграничны. Невыполнение обязательств рано или поздно приведет к тому, что обычный карась станет деликатесом. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить зарыбление по принципу «Сколько выловил, столько и выпусти обратно». Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.